МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За труд и службу губернатор Денис Паслер вручил оренбургцам госнаграды и награды Министерства обороны России. Чем кормят школьников? Родительский комитет 63-й школы контролирует блюда в столовой на размер и вкус. Подарки к празднику. Сколько россияне готовы потратить, чтобы порадовать родных и друзей? Благотворительный концерт в Театре музыкальной комедии. Помощь участникам СВО собрано более полумиллиона рублей. Желтые, бордовые, розовые и даже коричневые. Герберы не хуже голландских выращивают в Черноречии. Это новости дня. В студии Артем Гарнов. Здравствуйте. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с официальной повестки. Губернатор Денис Паслер вручил оренбургцам государственные награды и награды Министерства обороны России. К ним были представлены почти 60 человек. Это ветераны СВО, деятели культуры, науки, сельского хозяйства и нефтеперерабатывающей отрасли. Выносил раненых с поля боя. Оказывал помощь пострадавшим в тылу. За это Михаил Боев принимает из рук губернатора государственную награду за спасение погибающих. Заведующий кафедрой медицины и катастроф в медуниверситете полгода пробыл в зоне специальной военной операции. Вернулся, чтобы передать опыт студентам, будущим врачам. Был план такой, почувствовать это все, скажем, на своей шкуре, увидеть, как это все. Потому что студентам преподавать надо понимать, о чем говорить. В книгах написано одно, даже первая помощь, она рассказ по-другому, чем там. Соответственно, вот сейчас багаж знаний, который у меня сейчас появился, то есть, соответственно, я его привнес, так сказать, в нашу программу институтскую. Церемония не случайно проходит накануне Дня защитника Отечества. Кроме Михаила, еще 28 награжденных – участники специальной военной операции. Некоторые получают награды не первый раз. Спасибо вам за мужество, отвагу, с которыми вы отстаиваете интересы России и защищаете жителей новых регионов нашей страны. Награды вручаются работникам сферы промышленности, транспорта, здравоохранения, культуры, чьи заслуги перед страной и областью отмечены на высшем уровне. Александр Кузин отдал 42 года развитию сельского хозяйства в Олегском районе. Сегодня он удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации. Рассказывает, о другой карьере никогда и не мечтал. Наверное, с детства отец и мама работали в сельском хозяйстве, привили на любовь к сельскому труду. Ну и вообще люблю жить на природе, не в шуме, в гамме, в которой находится город, а чисто в сельской местности. Отмечаются медалью ордена «Родительская слава» многодетные семьи. Глава региона подчеркивает, что в Оренбурге таких много. Все они вносят свой вклад в развитие института семьи и воспитание нового поколения россиян. Виолиза Широкова, Виктор Горшенев, Новости дня. К другим темам. Прокуратура Центрального района Оренбурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора комбината питания номер один. Компания поставляет питание в детские сады города. После жалоб родителей проверка выявила ряд нарушений. Это и несоответствие массы порций и суммарного объема блюд нормативным требованием, нарушение условий хранения продуктов и другие. Материалы проверки направлены для рассмотрения в Управление Роспотребнадзором по Оренбургской области. За подобные нарушения предприятию грозит крупный штраф, либо приостановка деятельности до 90 суток. И в продолжении темы. В Оренбурге в школе номер 63 в Южном родители недовольны питанием детей. Свои претензии они озвучивают не в первый раз. Вопрос на контроль специалистов администрации города. Положительный результат есть, но по словам проверяющих, еще есть куда стремиться. Наша съемочная группа побывала на завтраке и оценила еду в школьной столовой. Утро начинается с плотного завтрака. Картошка, тефтели, сладкий чай и печенье. Кто-то уплетает еду за обе щеки. Другие же оставляют блюдо нетронутым. Дело вкуса. По словам родителей, это сейчас стали готовить еду лучше. После того, как они обратились с жалобами в администрацию. До этого дети отказывались есть в столовой и сидели на уроках голодными. Дети не ели еду. Было невкусно, было холодно, было все не так. Попадались какие-то странные предметы в еде. Волосы, еще что-то там. Сколотые стаканы у нас были. Все это у нас было. И мы поэтому с этими вопросами вышли и к администрации города, и к администрации школы, и, собственно говоря, к руководству КЭШП, которое здесь у нас организовывает питание. Родители активно подключились к вопросу, приходили с проверкой, пробовали еду на вкус. Смотрели, как готовят и следили за так называемым индексом съедаемости. Заместитель главы Оренбурга по социальным вопросам Лариса Бебешко в третий раз приезжает в учебное заведение и лично отслеживает, чем кормят детей и как работает персонал. Сегодня мы наблюдаем, что ситуация стабилизировалась. У нас работники кухни остались прежними. Добавились два человека, то есть добавились силы и руки. И процесс происходит более быстро. Комбинат школьного питания заменил несколько блюд. Размер нарезанных овощей, состав котлет. Появилось разнообразие блюд в меню. Еду готовят в самой школе. Столовая имеет собственный пищеблок и оснащена необходимым оборудованием. Родители регулярно встречаются с представителями КЭШП, сообщают о пожеланиях своих детей. В каких-то моментах прислушивались, реально на это обращали внимание, пытались улучшить. Довозили ложки, стаканы, потому что действительно какие-то моменты с этим возникали. Меняли даже нарезку овощей и спросили родителей, говорили, что крупно. Хотя это в принципе не нарушение ничего, но тем не менее прислушивались, реагировали. Потому что самое главное это, чтобы дети кушали. Школьное питание должно быть вкусным, полезным, качественным и безопасным. За этими критериями и следит родительская общественность. Айнура Алиева, Виктор Горшенев, Новости дня. Сейчас прервемся и вот что будет в нашей программе далее. Подарки к празднику. Сколько россияне готовы потратить, чтобы порадовать родных и друзей? Благотворительный концерт в Театре музыкальной комедии. Помощь участникам СВО собрано более полумиллиона рублей. Желтые, бордовые, розовые и даже коричневые. Герберы не хуже голландских выращивают в Черноречии. Это Новости дня. Мы продолжаем. Россияне в среднем готовы потратить на подарки ко Дню Защитника Отечества чуть более 3000 рублей. Это на 400 рублей больше, чем год назад. Самый большой подарочный бюджет в Москве и в Краснодаре. Самый маленький в Перми. Такие данные опроса публикует портал по поиску высокооплачиваемой работы. Женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше. То есть самые дорогие подарки в этот день дарят сами мужчины. Мужской подарочный бюджет в среднем обозначен суммой в 3800 рублей, а женский – на тысячу меньше. Больше всего готовы потратить на поздравления с Днем Защитника Отечества москвичи. В среднем – 3700. За столицей следует Краснодар с бюджетом в 3600. Красноярск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону с бюджетом в 3500. Меньше всего готовы выделить на подарки к этому дню жители Перми. Они обозначили сумму в 2300 рублей. В Омске, Волгограде, Воронеже и Самаре готовы потратить на такие поздравления по 2700. Женщины намерены поздравить с праздником мужей, отцов, сыновей и коллег. Мужчины готовят подарки отцам, сыновьям и себе самим. Следом идут друзья и братья. Есть среди россиян и те, кто вовсе не делает подарков на 23 февраля. Среди женщин таковых 40%. Среди мужчин – 58% респондентов. И с каждым годом эта тенденция усиливается. А теперь информация о курсах валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Банковский сектор Оренбургской области подводит итоги и определяет новые тренды. Управляющий региональным отделением Банка России Александр Стахнюк рассказал представителям СМИ о том, какие задачи удалось решить в 2023 году. В первую очередь, речь зашла о самых актуальных для населения темах – рост цен и инфляция. Стабилизация этих показателей сегодня в приоритете. Мы видим и ожидаем, что рост цен будет стабилизироваться, в том числе благодаря применению Банком России мер денежно-кредитного регулирования. В целом, инфляция по стране должна снизиться до 4-4,5% уже к концу этого года и находиться вблизи 4% в дальнейшем. Еще одно важное направление банковского сектора – корпоративное кредитование. В 2023 году предприятия региона получили кредиты на сумму свыше 350 млрд. рублей. Задолженность организации перед финансовыми учреждениями за год выросла на 42% и составляет более 380 млрд. рублей. Должны банкам и физические лица. Количество неплательщиков выросло на 22%, при том, что число самих кредитов увеличилось на 47% и составляет 402 млрд. рублей. Побит пятилетний рекорд по количеству ипотечных кредитов. Объем выданной ипотеки увеличился за год в 1,6 раза и составил 90 млрд. рублей. Высокий спрос на ипотечный кредит объясняется тем, что заемщики торопились приобрести по заявкам, одобренными банками до повышения рыночных ставок. Культурным событиям. Оренбург с рабочим визитом посетила статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. В сопровождении главы регионального ведомства Евгений Шевченко посетил еще несколько ключевых объектов культуры региона. Первый пункт в программе пребывания – Оренбургская областная филармония. Здесь гости побывали на репетиции камерного оркестра, на базе которого будет создан оркестр симфонический. Пока идет процесс формирования кадров. Посетила Надежда Преподобная Оренбургский колледж культуры и искусств. Встретилась с воспитанниками и преподавателями школы креативных индустрий. Здесь под руководством опытных преподавателей дети обучаются основам звукорежиссуры, звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, пробуют себя в создании анимации, 3D-графики, электронной музыки. Еще одна точка ознакомительного маршрута – культурно-просветительский центр «Эрмитаж Евразия», официальное открытие которого состоится в конце года. Есть такое, знаете, предчувствие уже вот масштабности, потрясающая акустика, достаточно высокий уровень качества выполняемых работ, очень все на объекте под серьезным контролем. Я уверена, что руководитель музея из рук своих не выпустит, и мы коротко обменялись, у него уже большие планы. Надежда Преподобная осмотрела музей изобразительных искусств, где сейчас проходят ремонтные работы. Центральный выставочный зал и галерея «Оренбургский пуховый платок». В библиотеке имени Крупской встретилась с руководителями модельных библиотек нового поколения Оренбурга, открытых по нацпроекту «Культура». Гордость за страну, слезы, аплодисменты. В Оренбургском театре музыкальной комедии состоялся благотворительный концерт «Своих не бросаем». Артисты заставили публику пережить колоссальные эмоции. Под мощную энергетику патриотической программы попали Елена Фурсова и Игорь Бероев. Когда информация о концерте появилась на сайте театра, решила сразу куплю билет. Этот кусочек картона стал небольшим вкладом в победу наших воинов. Зал постепенно наполняется. Те, кто пришел на концерт, испытывают неповторимые чувства. Я буду смотреть этот концерт второй раз. Будет третий, приду третий, пятый, двадцать пятый. Просто это возможность лишний раз, ну вот хотя бы так помочь нашим солдатам. Такие концерты очень необходимы у нас в стране, в нашем городе. Они поднимают боевой дух. Они воинов. И мне кажется, что они именно поднимают настроение жителей, чтобы помогать. Поддержать дух бойцов, которые находятся там. Потому что им постоянно отправляют видео, с ними держат связь. Это их подбадривает. Свой вклад внесли юные художники студии «Желтый карандаш». Они подготовили рисунки, свой детский взгляд на Великую Отечественную войну и СВО. А еще написали письма бойцам на передовую. За победу, за Россию, за Рома. За Керцов, за Запорожье, за Купяк. Эмоции зашкаливают. Каждую песню зрители проживают вместе с артистами. А они знают, о чем поют. Они были там, недалеко от линии соприкосновения. Видели глаза бойцов, разговаривали с людьми, пережившими горечь потерь от рук неонацистов. Эта энергетика передалась залу. Наши, свои. А своих мы никогда не бросаем. Поэтому сегодня мастера искусства делают все, чтобы помочь нашим ребятам. Оренбуржцы, вот как зрители концерта, благотворительного концерта, тоже вносят свой вклад в поддержку наших парней. Последние пять номеров я из зала слушал стоя. За концерт собрали средства на сумму свыше 500 с половиной тысяч рублей. Этого хватит на несколько дорогих дронов. Елена Курсова, Игорь Берой, Новости дня. В Оренбуржии по-прежнему морозы, а в теплицах цветы Оренбуржия, что в Черноречии, стоит круглогодичное лето. Здесь выращивают желтые, бордовые, розовые и даже коричневые герберы. В преддверии Международного женского дня сотрудники предприятия рассказали о своей работе. В девять утра к теплице каждый день приезжают продавцы за красивейшими герберами. А в половине одиннадцатого все срезанные цветы уже отправляются на прилавки Оренбурга. В течение года из этой теплицы в Черноречии в магазины уезжает 550 тысяч стеблей. Площадь ее 3000 квадратных метров. Выращиваем мы здесь герберу. Это многолетняя культура, но постоянно вместе произрастает три года. Три года мы ее собираем, радуем наших женщин. После отъезда оптовиков в теплице продолжается будничная работа. Цветы поливают, пропалывают. Саженцы растений покупают в Москве, куда их привозят из Голландии. Последний раз их меняли два года назад. Хотелось бы пожелать нашим женщинам в преддверии Международного женского дня всех с праздником, здоровья вам, благополучия. Цветок, который, по словам Николая Лебедева, хочется подарить любимой женщине в Оренбурже, не только красив, но и безопасен. В теплице все удобрения экологически чистые, а для насекомых вредители висят ловушки с клеем. На срез выращивается не только гербера, еще и хризантема, которую черенкуют здесь же. Последние два года для массового потребителя разводят рассаду летников, петуний и бархатцев. Юлия Веспалько, Виктор Горшенев, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. О спорте. Полтора месяца плодотворные работы прошли по плану. Футбольный клуб Оренбург завершает учебно-тренировочные сборы в Турции. В Антаре команда провела три этапа подготовки. Тяжелые физические нагрузки. Две, а то и три тренировки в день. Поэтому и контрольных матчей было не так много. Шесть. По два в каждой части. Итог три победы. Две ничьих. Одно поражение. О силе македонского или узбекских клубов судить сложно. А вот российские коллеги особо интересны. Динамовцам наши крупно проиграли. Один-четыре. Столичный клуб в тройке лидеров РПЛ. Ну и, конечно, фактор Марцела Лички. Жертвами экс-тренера Оренбурга стали многие топы. Вот и мы получили мастер-класс. Эти матчи для этого есть. Мы сейчас наиграем в состав. Игроков некоторых проверяем на других позициях. Смотрим, как они себя там проявят. Я очень рад. Вижу всех. Поздоровиться, поговорить чуть-чуть. И, понятно, буду желать Оренбургу, чтобы в этой тяжелой сезоне, в второй половине сезона, чтобы у них получилось хорошо. И остались в премьер-лиге. На заключительном, третьем этапе сборов Оренбуржцы обыграли узбекский Металлург 3-0. И, что гораздо значимее, соседа по таблице РПЛ Ахмат 2-1. В этих матчах забивали Воробьев, Мансилья, Новичок Томпсон. У нас сейчас будет весь состав сборья. И поэтому у нас будет возможность хорошо подготовиться к первой игре против ЦСКА второго круга. Турецкая компания финиширует в пятницу. Подготовку завершим дома. До рестартового матча с ЦСКА остается 10 дней. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте. А также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok